Основным вопросом на заседании правительства ожидаемо стала система ЖКХ. И если тема повышения тарифов была затронута вскользь, то ситуацию в сфере энергоснабжения обсудили подробно. Не обошли стороной и молодежь, нехватку мест в детских садах и повышение зарплат бюджетникам. В Мурманской области детей стало рождаться больше. Статистика неумолима. При этом новые детские сады явление достаточно редкое. Очередь в дошкольные учреждения огромна, почти 2000 человек. Приходится хитрить и решать ситуацию уплотнением групп. А вот идея создания семейных детских садов буксует на месте. В этом году за счет реконструкции и строительства дошкольных образовательных учреждений будет открыто 485 мест. В региональной программе на эти цели предусмотрено 142 миллиона рублей. Кроме того, в действующих образовательных учреждениях будет открыто еще 130 мест. Наркотики и алкоголь – бич современной молодежи. Чтобы занять молодых людей, правительство предлагает возродить строительные отряды. Но это планы будущего. А пока талантливые головы получают президентские и губернаторские гранты и побеждают на всероссийских конкурсах. Молодежь Мурманской области участвовала не только в мероприятиях, которые проводились на территории Мурманской области, но и активно участвовали за ее пределами. И у нас есть результаты, серьезные победы во всероссийских и международных соревнованиях. Прежде всего хочется отметить, что Мурманская область три года подряд побеждает в «Дельфийских играх». Это один из самых крупных творческих проектов на всероссийском уровне. Приоритетное направление работы правительства – повышение заработной платы для бюджетников. До 2018 года зарплата некоторых категорий работников увеличится на треть. В бюджетном секторе к 2018 году средний уровень заработной платы отдельных категориев работников будет составлять среднего размера заработной платы по региону. А вот главной темой сегодняшней встречи стала ситуация в сфере жилищного хозяйства. Вспомнили и нашумевшие нормативы прошлись по итогам отопительного сезона. В этом году крупных аварий теплосети не было, а мелкие ремонты успевали сделать за положенные 24 часа. Напряжение фиксировалось в Кандалакше. В основном проблемы были связаны с деятельностью только одной управляющей компании – Центра коммунальных технологий или ЦКТ. Они работали и работают с минимальным запасом топлива, держат напряжение и муниципальные власти, и региональные власти, и, конечно, жителей. Губернатор особое внимание уделил о работе муниципальных властей с управляющими компаниями. По словам Марины Ковтун, именно муниципалитеты должны контролировать работу коммунальщиков по всем направлениям.